Графа против всех вновь возвращается на выборы муниципального уровня. Только этой весной республиканские законодатели внесли поправки в местное законодательство. Об исключении этой нормы, но ЦИК России на днях настоял на том, чтобы графа против всех присутствовала на предстоящих 10 сентября выборах. Как это может сказаться на исход выборов, разбиралась Туяра Филиппова. Письмо ЦИК России о том, что недавние поправки в республиканский закон о выборах не соответствуют федеральному законодательству, в якутском центре избиркоме называют не иначе, как юридической казуистикой, но подчиниться вынуждены. Это больше юридическая казуистика, она спорна, но тем не менее, для того, чтобы выборы состоялись, мы пошли по пути предложения ЦИК РФ. Поэтому графа против всех будет. И мы это рекомендовали всем избирательным комиссиям муниципальных образований. Графа против всех на выборах муниципального уровня в Якутии появилась в 2014 году. Тогда якутские депутаты одними из первых в стране воспользовались правом данным федеральным законом и внесли такую норму в выборный процесс. Главным аргументом за графу против всех тогда называли привлечение избирателей. Но вместе с этим республика получила и печальный опыт победы кандидата против всех в Алданском и Нюрнгринском районах. Тогда проведение повторных выборов лишь по одному поселку обошлось бюджету в 2 миллиона рублей. И весной этого года графу против всех из республиканского закона исключили. Но, как оказалось, не до конца. Не в полном объеме был принят, как считает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, закон, который отменяет графу против всех. Несмотря на спорные ситуации, как говорят в парламенте, сейчас, когда выборы на носу, новые поправки приниматься не будут. Тогда поспешность депутатов, хотя и из благих намерений, вместо свободного волеизъявления граждан обернулась в грязную выборную технологию. Да, графа есть, а кандидата такого нет. И поэтому, естественно, да, так как отсутствует механизм, как вот может ли создаваться инициативная группа или не может. И так как они начали создаваться инициативные группы в Алдане, в Чульмане, да, которые призвали голосовать, в результате этого они уже использовались как технологии. Человек может высказать, ну сам, ну не призывать всех остальных собираться идти голосовать против всех. Выборы органов власти должны быть. Как считает политолог Чакур Гаврилев, графа против всех должна быть не только на муниципальных выборах, но и на региональных и федеральных. Избиратель всегда, особенно в сельской местности, идет осознанно избирать своего главу, своего представителя в муниципальном органе власти. Я думаю, такого форс-мажора, как в Алдане в Нерингере в 2015-2016 году, не повторится. Оправдаются ли опасения, прогнозы политиков станет ясно после 10 сентября. В единый день голосования в Якутии предстоят 552 муниципальных выборов во всех районах республики, кроме Таттинского и Венобутантайского. Будут избраны 8 глав районов и города Якутска, 215 глав поселений, депутаты районных советов и выборы представительных органов поселений. Туяра Филипова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.